Добрый день дорогие зрители! Продолжаем обзор средств защиты растений от болезней. Сегодня хочу рассказать об интересном фунгициде под названием свитч. Это водно-диспергируемые гранулы, содержащие сразу два действующих вещества. Это ципродинил, 375 грамм на килограмм, знакомый многим садоводам по таким препаратам как Хорус и его аналог Хортон. А также флудиоксанил, 250 грамм на килограмм, знакомый садоводам под наименованиями Максим, Максим Дачник и Синклер. Выпускается такая интересная комбинация Хорус и Максим компаний Сингента исключительно для сельского хозяйства в канистрах пластиковых массой 1 килограмм. Для садоводов, так как она не допущена для ЛПХ, она доступна только в ручной неофициальной фасовке. Мне встречалась такая фасовка массой на 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Полных аналогов у СВИЧ в России нет. Однако недавно был зарегистрирован для ЛПХ препарат Инсигния в форме масляной дисперсии с той же комбинацией действующих веществ, но с иным их содержанием, предназначенной для борьбы с гнилями яблок при хранении. Обзор на него уже есть на нашем канале. Что же касается действующих веществ СВИЧ по отдельности, то для ЛПХ ципроденил представлен препаратами Хорус и Хортон, а в флудиоксинил средствами Синклер, Максим, Максим Дачник, Клеймер и смесевыми фунгицидными протравителями Депозит и Депозит Суприм. Основные достоинства СВИЧ. Первое достоинство – это его широкий спектр действия. Препарат помогает вот таких болезней, как парша, мучнистая роса, манелиоз, плодовая гниль, различные пятнистости, фузыриоз, серая и белая гниль, а также комплекс гнилей при хранении на винограде, томатах защищенного грунта, плодовых деревьях, малине, земледнике, картофеле, овощных и цветочных культурах. Второе достоинство СВИЧ – это его ярко выраженное системное действие, которое позволяет проводить обработки растений не так тщательно, как контактными препаратами, можно только по верхней стороне листа, при этом препарат хорошо распространится по всему растению и защитит даже вновь отрастающие части растения от болезней. Третье достоинство препарата – это его способность улучшать после обработки, лёжкость и транспортабельность плодов. Четвёртый плюс СВИЧ – это сравнительно быстрое и продолжительное действие. Действовать средство начинает уже через 2-4 часа после обработки. Видимый эффект наблюдается через 1,5-4 дня после опрыскивания, а защитный эффект продолжается в течение 2-3 недель. СВИЧ отличает очень хорошую устойчивость к дождю. Уже через 2 часа после обработки он не смывается осадками. Препарат способен работать в широком диапазоне температур. Он эффективен как при низких температурах от плюс 3 градусов, так и в жару. Также он отличается хорошими показателями по безопасности. СВИЧ мало опасен для человека, животных и пчёл. Допустимый им обработки даже во время цветения. При соблюдении регламентов применения он не фитотоксичен, то есть безопасен для растений. И не вызывает резистентности, то есть появление устойчивых к препарату, раз возбудитель болезней. СВИЧ отличает хорошую баковую совместимость. Его можно совмещать практически с любыми инсектицидами и фунгицидами, за исключением сильно щелочных. Ну и, пожалуй, последнее его достоинство – это удобство применения, поскольку препарат не имеет неприятного запаха, не пылит и не слёживается. Теперь о недостатках. Главный, пожалуй, который я отмечу – это его эффективность только в качестве профилактического средства. По отзывам пользователей, в случае, если приходится с его помощью лечить какие-то сильно поражённые растения, то действует он неэффективно и помогает ненадолго. Второй недостаток СВИЧ – это его высокий класс опасности по стойкости в почве, поскольку этот препарат очень медленно разлагается в почве, может там накапливаться, и вот по этому показателю относятся к классу высокоопасных. Третий минус СВИЧ – это его плохая доступность, поскольку препарат не разрешён для использования в ЛПХ, приобрести его можно только в специализированных магазинах или через интернет, в ручной фасовке, который и стоит дорого, и качество никто гарантировать не может. Ну и последний минус – неэкономичность использования СВИЧ. По моим прикидкам, обработка этим препаратом обойдётся примерно в полтора-два раза дороже, чем тем же Хорусом и другими доступными для садоводов эффективными фунгицидами. Инструкция по применению СВИЧ предусматривает опрыскивание винограда и тепличных томатов из расчёта 8-10 грамм препарата на 10 литров воды по 8-10 литров рабочего раствора на сотку три раза за сезон с интервалом между обработками 10-14 дней или по стадиям развития. Из инструкции для стран ближнего зарубежья становится понятно, что в тех же дозировках 2-3 раза за сезон можно опрыскивать СВИЧ плодовые деревья из расчёта по 2-5 литров на дерево, а также малину, ежевику, землянику и овощи по 3-5 литров на сотку и цветочные культуры по 8-10 литров на сотку. Кстати, для Беларуси рекомендованные дозировки СВИЧ 20-28 грамм на 10 литров. Что касается периода ожидания, то для косточковых деревьев он составляет 20 дней, для овощей 7 дней, для томатов 3 дня, а для прочих культур 2 недели. Срок годности СВИЧ составляет 3 года, хранить можно при температуре от минус 5 до плюс 35 градусов. Подытожу рассказ. СВИЧ на первый взгляд кажется улучшенной версией Хоруса, к которой добавлено дополнительное действующее вещество от известного фунгицида Максима. На практике же оказывается, что СВИЧ Хорус практически не превосходит, так как в нём содержится меньше действующего вещества, ципродинила, он менее доступен садоводам и стоит дороже, да и сфера применения у него значительно уже, чем у Хоруса. Поэтому, на мой взгляд, единственный случай, когда применение СВИЧ вместо Хоруса действительно оправдано, это для защиты винограда от болезней. По этой причине рекомендовать любому садоводу, каждому для приобретения в садовую аптечку, СВИЧ я не могу. Если у вас достаточно средств и желания, то можете приобрести СВИЧ и обрабатывать им от болезни виноград. Если же нет, то можно решить эти проблемы с помощью других, гораздо более дешёвых и доступных средств. В конце концов, можно самостоятельно смешать Хорус и Максим. На этом всё. Как всегда, жду ваших оценок в виде лайков или дизлайков, а также комментариев, вопросов и подписки на канал, кто ещё не подписан. Всем пока!